Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать вам о нашем двухканальном видеорегистраторе AVS305DVR. Он предназначен только для мотоциклов. Этот регистратор оснащен экраном в 5 дюймов, на нем вы сможете смотреть запись двух камер, которые идут уже в комплекте, а также использовать программу навигации со смартфона при помощи CarPlay или Android Auto. Камера снимает видео в разрешении Full HD с углом обзора в 90 градусов. Все файлы вы сможете сохранить на microSD. Кроме того, пропуск каждой камеры оснащен защитой от пыли и влаги, поэтому вы можете не переживать об использовании видеорегистратора в дождь или влажную погоду. Давайте теперь перейдем к комплектации устройства, а потом я подключу его и покажу полный функционал более подробно. В комплектацию AVS305DVR входит сам видеорегистратор, экран размером в 5 дюймов. Сбоку вы сможете найти два интерфейса для microSD-карты и USB-C. MicroSD-карта поддерживает объем до 256 гигабайт. Сзади вы сможете найти кнопку включения-выключения, винтовое отвертие для крепежа вот этой пластины, которая уже идет на кронштейн, который я чуть позже покажу, и три провода. Два для подключения камер четырех пиновых и один для питания. Сюда положу. Пластинка. Вот сам кронштейн. Собрать его очень легко, уходит на это совсем чуть-чуть времени. Также есть дополнительный металлический крепеж. Если у вас руль чуть побольше и вам этот не подходит по размеру, есть дополнительный металлический крепеж чуть большего размера. И самое главное это две камеры. Одна камера идет с проводом в 3 метра, также подключается через четырех пиновый коннектор. И вторая камера с проводом 1 и 2 метра, то есть эта камера чуть покороче. И также есть провод питания длиной полтора метра, плюс и минус, как видите. И также идет сертификат соответствия и гарантия. В общем целом это весь комплект, больше здесь ничего нету, все самое необходимое. Давайте далее перейдем к уже подключению видео регистратора. И я вам покажу более подробно запись с камер и подключение к телефону. И вот главное меню регистратора. Мы его подключили. На главном меню вы сможете заметить время, дату, также регулировку громкости и яркости экрана. И есть четыре опции. CarPlay, запись, Bluetooth и настройки. Давайте зайдем в Bluetooth. Здесь ничего необычного. Есть название устройства и здесь вы сможете подключить гарнитуру либо телефон. Давайте теперь пробежимся быстро по настройкам. Здесь есть несколько стандартных настроек. Можно сменить язык. Время можно сменить. Давайте зайдем в язык. Здесь есть разные языки. Также можно допустим выключить звук клавиш либо включить. Можно отформатировать карточку, полностью сбросить настройки, если вы хотите. Также есть режим экрана сна. Допустим, если мы выберем опцию через минуту, то экран погаснет, естественно, через минуту. И также подключение. Это очень важно. Если у вас Android телефон, то вам необходимо выбрать опцию Android Auto и скачать приложение. Для подключения к Apple CarPlay, вам ничего не надо, кроме, естественно, самого телефона. В настройках вам надо будет включить Wi-Fi, Bluetooth и Siri. Я подключил его к своему телефону. Вот я зашел в настройки Bluetooth. То есть connected, видно. И зайдем в CarPlay. И вот у меня он сразу выскакивает. Здесь стандартные приложения, то есть, которые есть на iPhone. Они дублируются. Допустим, phone, сообщения, настройки, Spotify, Telegram. Также есть полная навигация. То есть можно зайти в навигацию и посмотреть на загруженность дорог. Для выхода в начальное меню вам нужно нажать на кнопочку home. Теперь давайте перейдем к записи. Смотрите, при включении видеорегистратора запись начинается автоматически. Так что, если вы хотите зайти в настройки, то запись вам надо будет выключить. В настройках здесь есть несколько опций. Можно изменить разрешение, цикл записи. Запись производится циклически и здесь можно поменять время. Можно сделать на минуту цикл, на 3 минуты и на 5. Также частота герцовки и есть настройки вида с камер. То есть можно сделать камеру зазеркаленной и сделать картинку вверх ногами. Front это передняя камера, Back это задняя камера. И давайте заднюю камеру сделаем зеркальный и вверх ногами. Включил опции и вот задняя камера вверх ногами и зазеркалена. Это нужно если вы хотите допустим заднюю камеру установить вверх ногами. Эта опция вам пригодится. Давайте ее обратно выключим и пробежимся по кнопочкам на записи. Первая опция это естественно запись. Вторая фотоаппарат делает фотку. Также можно включить выключить микрофон. Можно поменять вид с камер. То есть можно сделать переднюю камеру. Можно заднюю и можно две автоматически. И также если вы нажмете на эту кнопочку, то здесь вы увидите весь снятый материал. Надеюсь вам стал более понятен полный функционал АВС 305 ДВР. Если вы хотите приобрести этот видео регистратор для мотоцикла, вы можете перейти на наш айт. Либо заказать это устройство на любом доступном вам маркетплейсе, ссылки которых будут в описании. Если же у вас встать дополнительные вопросы, вы можете оставить комментарий, либо позвонить нам в техподдержку. Всем пока!